Круассан Говорят, что какой завтрак, такое настроение и на весь день. Французы наверняка знают эту истину и предпочитают начинать свое утро с круассанов, небольших хлебобулочных изделий. И даже если вы не гурман, история происхождения слова круассан вам придется по вкусу. Круассан от французского хойсан, серп луны или месяц. Это кондитерское изделие издавна считается символом Франции. Однако, одна из самых популярных версий происхождения этой булочки гласит, что придумали ее в Вене. Дело было следующим образом. В 1683 году столице Австрии приходилось очень несладко под натиском турецких войск. Они уже несколько месяцев осаждали город и устроили подкоп под его стеной, чтобы проникнуть туда незаметно. Однако им помешали, кто бы вы думали, пекари. Люди этой профессии работают, когда все остальные еще спят, чтобы к утру приготовить свежую выпечку. Так вот, работая ночью, некоторые пекари услышали странные звуки турецких копателей и предупредили власти города. Последние успели предпринять меры и предотвратить неожиданный захват. Те самые пекари на радостях испекли булочки в форме полумесяцев, таких, какие они видели на турецких флагах. А круассанами эти булочки стали только в 1770 году, когда Мария Антуанетта, 15-летняя австрийская принцесса, приехала в Париж, чтобы выйти замуж за Людовика XVI. В честь своей новой королевы парижские пекари испекли круассаны. Да так эти булочки и прижились во Франции. Но свое утро можно начать и более изысканно. Например, с эклеров, одних из самых известных пирожных. Название их происходит от французского «эклер», что означает «молния». Конечно же, эклеры могут молниеносно доставить удовольствие, но тем не менее, версия происхождения слова другая. По легенде, придумал и воплотил в жизнь свою задумку по изготовлению эклера французский кондитер Мари Антуан Карем. Этот знаменитый кулинар за свой изобретательный ум носил прозвище «повар королей» и «король поваров». Своё кулинарное произведение он назвал «молнией», благодаря блестящей глазури, покрывавшей эклеры. Но по другой версии происхождения, эклеры получили такое название из-за простоты приготовления. Они делаются быстро, как молния. Начав своё утро с такого завтрака, вы не только насладитесь вкусом, но и узнаете больше о французском языке. Доброго утра! Бонжур!